Жители Верхней Волжи на безвозмездной основе оказывают помощь тем, кто стоит на защите Родины и жителям тех территорий, где идут боевые действия. Это не только гуманитарные грузы. Тверские медики и представители других профессий не раз ездили на помощь коллегам в Донецк и Луганск. На сегодняшний день забот у добровольцев прибавилось. Кто эти люди, как строится их работа, расскажем в следующем сюжете. Волонтерский штаб «Помощь Донбассу» — это около 3000 активных участников. В сообществе как коммерсанты, так и медики, журналисты и другие горожане. Место встречи — соцсеть. Здесь обсуждаются потребности и пути их восполнения. Волонтеры на связи с теми, кто работает в зоне СВО с больницами Луганска и Донецка. Именно медицина — основное направление. Здесь важен каждый пожертвованный бинт, моток пластыря. Даже 50-100 рублей — большой вклад. Они смогут спасти жизнь или здоровье бойцов. Не надо деньгами. Хотите сами купить что-то? Принесите, мы это передадим. Идут наши воины, а мы за их спиной. Мы тыловое обеспечение. И только так можно достигнуть победы. Первый груз отправлен в марте. Это было всего полтоны. А к лету работа была четко отлажена методом проб и ошибок. Так больницы ЛДНР получили несколько тонн медицинского оборудования. Работали в этих больницах добровольцы-медики из Тверской области. Они также помогли наладить контакт с местными врачами и составить списки того, что действительно нужно. Перевядочный материал, конечно, тоже нужен. Шовный материал. С шовным материалом проблем много, потому что постоянно это гемостаз, это шит, постоянно рано ушиваются. Даже маленький рано. Всего нитку надо открывать, надо что-то. Шовного материала надо много. Всего было отправлено за 8 месяцев около 60 грузов. Это медицинские кровати, шовный материал, хирургические инструменты и многое другое. Помимо медикаментов, жители Твери вяжут и шьют для тех, кто на фронте. Постельное белье, спальные мешки, носки. Поступают очень большие списки. Наступает зима. У нас есть группа бабушек, которая шьет, вяжет, вяжет носки. У нас есть девчонки, которые шьют сами спальники. Большое значение имеет и информационный фронт. Помощь в формировании нового медийного пространства оказывает и медиахолдинг Тверской проспект. Главный редактор нашего телеканала Дмитрий Нечаев недавно с рабочей поездкой был в Запорожье. Эта территория является подшефной Тверской области. Наша редакция с коллегами из телекомпании «Свободный Бердянск» организовала своего рода форпост в Запорожье и активно обменивается материалами, что позволяет точно видеть и оценивать ситуацию, доносить максимально объективную информацию о происходящем. Встречались в том числе и с руководством региона. На первое место руководство, в том числе Евгений Балинский, ставил вопросы образования, вопросы информации, средства массовой информации, учителя и так далее. То есть главное – это информация. Когда происходили все эти события на Украине, то во многом причиной этих событий как раз и был недостаток, нехватка информации, правдивый, честный, объективный, либо просто намеренное искажение. Сейчас нашим холдингом и журналистами из Бердянска готовится фильм об истории конфликта на востоке Украины. Теперь наши города полностью открыты друг для друга. Таким образом, благодаря добрым делам, растет доверие населения тех территорий не только к власти, но и к людям, таким же горожанам.